Препаратов для лечения, для тех, которые выдаются пациентам, находящихся на амбулаторном лечении с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией, на сегодняшний момент удерживаются достаточно. Препаратами обеспечиваются по определенному порядку, установленному порядку. То есть там тоже необходимо подтверждение диагноз коронавирусной инфекции и необходимо заполнить ряд документов. Все это делается в изменении предлаганных и обслуживании нового. Поэтому здесь в общем у нас все хорошо, препараты есть, препараты есть различных групп. Там дается какой-то пакетный, стандартный пакет, скажем так. Лечение назначается исключительно по клиническим показаниям. У данного конкретного пациента в зависимости от его возраста, от его приморбидного фона, то есть наличие сопутствующих заболеваний. Еще раз говорю о качестве состояния. А можете назвать, извините, полный список препаратов, которые полагаются? Их много, да, я так понимаю? Давайте мы... Они группами. Там есть рневольный, противовоспалительный и антибактериальный. Это три самые крупные группы. Из всей этой группы есть в достаточном количестве препараты и они применяются в зависимости от этих параметров, которые я вам озвучила. Конкретные названия, мы работаем достаточно давно по международным неподелетованным наименованиям, поскольку вы очень широкую медицину освещаете, вы, наверное, тоже это знаете, потому что очень большой процент обращений пациентов, по моей практике, он связан именно с этим, что пациенту надо препарат с конкретным фирменным наименованием. Давным-давно, уже 5 лет это точно, вся система работает по формуле химической, поэтому названия препаратов могут меняться. Сегодня поступил с этой формулой один препарат, завтра отыграли на опционе другой препарат с этой формулой, у него действующее вещество то же самое, называется он по-другому. Вот смысла оглашать этот список нет никакого, только, что называется, людей вводить в заблуждение. Нам наоборот надо, ну,